Здравствуйте, уважаемые друзья! По просьбе моих белорусских подписчиков и друзей я свяжу нимфу, которая конкретно работает в донных слоях, практически во всех слоях, но изготавливать мы ее будем из специфических материалов, которые усиленно отражают ультрафиолетовый свет. Поэтому давайте приступим, а в процессе я буду рассказывать. Крючок, как обычно, я взял 16 номер, это может быть Тимка 200Р, любой какой у вас подойдет по этой форме удлиненной. Немножко промазал клеем, приматываю нить, довожу ее практически до, как обычно, начало загиба и огрузил ее. Учитывая то, что размер ее небольшой, можно, конечно, для донных использовать и 12 номер, но я начинаю, учитывая то, что в наших районах не такая большая глубина, я обычно беру немножко под нашу рыбу. Берем вот такой люрекс, который я уже вам показывал неоднократно, он очень хорошо работает и в ультрафиолетовом спектре. Буквально немножко подхватили, пока не крепим другие материалы, я расскажу. Мы будем использовать все флуоресцентные материалы. Вот это была обыкновенная тесьма, которую я распустил, с одной стороны подклеил, и у меня вышла хорошая нитка для изготовления тела. Также мы с вами будем использовать для пушки, я взял из скальпа вот такое флуоресцентное перо. Материалы также будем использовать те, которые хорошо отражают ультрафиолет. А в частности, нам понадобится для изготовления опушки вот такой материал, о котором я говорил и применяю, как вы видите. Это ультрафиолетовый спектродаббинг, который и так хорошо работает, а при ультрафиолете на больших глубинах очень хорошо отражает солнечные лучи, которые туда доходят, естественно. Берем, как я уже говорил, буквально 2-3 пряди распущенные мои. Если есть у вас юнифлосс, пожалуйста, можете использовать. Закрепили немножко. Для тела я буду использовать, как я обычно говорю, тигровую расцветку, поэтому тигровый окрас. Я беру еще черный. Черная нитка у меня обыкновенная, черная ровница, которой, не знаю, уже, наверное, лет 20 с лишним будет, это точно. И теперь нам желательно совсем немножечко нанести капельку клея на крепление наших материалов. И мы должны с вами придать нашему телу слегка коническую форму. Не доходим буквально пару миллиметров до нашего красного шарика. Изготовили с вами тело, подровняли. Теперь нам остается только лишь совсем немножко, сильно пока не надо. Потом будем пропитывать нашим лаком. И буквально совсем немножечко нанесем для того, чтобы бы нам удобно было наносить наш материал. Начинаем зеленым, или желтым, или шартрес, как его здесь лучше назвать, производить обмотку. Выполняю я обмотку, как вы видите, сперва у загиба и отвожу буквально в сторону черную, так как у меня должно находиться у хвостика моя вот такая ниточка. И до самого нашего шарика мы с вами должны сформировать вот так тело. Закрепили с вами материал. Нитку я взял уже другого цвета, и достаточно тонкую. Теперь нам с вами необходимо, так чтобы наш материал, наклоняем крючок, не разъезжался, и выполнить сегментацию черной нашей ниткой. Следим за тем, чтобы были симпатичные ровные полоски. Если материал разъезжается, немножко его можно подкручивать. И доходим до места крепления, стараемся, как и в варианте, я изготавливал похожую мушку, нимфочку, стараемся не доходить до нашего красного шарика. Остатки удаляем. Теперь нам необходимо очень-очень аккуратно сделаем еще узелочек, чтобы наша нитка никуда не убежала. И на место крепления я буквально капну капельку клея или лака. вот так. И теперь нам необходимо, учитывая нашу стриму, мушку, аккуратно-аккуратно пройти, как в прошлом варианте, по черной нашей нитке. промотали нашим люрексом. И теперь нам, для того, чтобы здесь мы не ошиблись с нашим креплением материала, я беру, креплю нить, не перебрасывая через шарик. и закрепим наше перышко, которое флуоресцентное. Величину подберете по бородкам сами, желательно так, чтобы, вот как вы видите, они были буквально два загиба. Учитывая то, что эта мушка будет работать у нас сейчас зимой, ее можно изготавливать и на восемнадцатом крючке. Все, конечно, зависит от тех материалов, которые у вас будут. И еще раз пройдем спереди, сзади обозначим наше перо, чтобы оно никуда не уходило, и оставим его в таком положении. Берем наш лак, и теперь необходимо все тело хорошо пролачить, не доходя до шарика, оставить место. Тело наше подсохло, я крючок переставил в удобное для себя положение и нитку перевел к месту крепления прядей моего тела. Возьмем теперь, как обычно, клей, слегка промажем нашу нить и из набора, который я показывал в начале фильма, ультрафиолетового, я взял вот сиреневый цвет, который будет сиреневого немножко, немножко взял розового и чуть-чуть добавил белого. И слегка их вот так вот покомкал, сделал для себя даббингову даббинговую такую смесь. Нам необходимо теперь ее аккуратным таким пучком, чтобы не было нагромождения материала и в то же время была образована грудка. До первого касания нашего материала и теперь спокойненько прокручиваем наш даббинг проматываем уже спокойно, так как мы наш шарик с вами уже обозначили и обозначим хорошо вот так лишнее убираем. Этого будет вполне нам достаточно. Место у нас еще остается очень хорошо. И как обычно я для того, чтобы не нагромождать здесь материал я капну капельку клея или лака как вам будет удобно в вашей работе. Вот так этого будет вполне достаточно. И закрепим нашу нитку. Нить потом переведем к месту крепления нашего перышка. Перевели нить за шарик. теперь буквально вот сколько нам позволит наше перо по бородкам. 2, 2, 3, 3 оборота. Сделаем такое симпатичное хорошее жабо. Вот как раз до окончания нашего перышка. Подхватываем его вверху, отпускаем перодержатель и проматываю я теперь перед шарик, перед пером. Теперь нам необходимо нанести их как обычно опять немножко клеем. И учитывая то, что я здесь уже промазал клеем, я просто срезаю свою нить. Нам уже здесь узел не нужен. И взять, как я обычно использую в таких делах, вот такую кисточку ёршик и начесать наш даббинг. Вот и всё. Как вы видите, вот такая симпатичная мушка готова к работе. Попробуйте с материалами, какие у вас больше подойдут для ваших рыбалок, но это уже более-менее проверено. Благодарю за внимание. До скорых встреч. встречи.